Всем привет! Меня, собственно, зовут Сергей, как здесь написано. Я приехал из города, который выглядит примерно вот так. Он называется Череповец. На самом деле это очень страшное место, но я буду говорить про вещи более прекрасные. Я в этом городе родился и вырос. Здесь из опций для молодого человека были только завод, на котором это излучает, и библиотеки, в которых я проводил больше часа детства. Чуть позже увлечение книжками стало частью моей профессии. Я начал работать в издательстве, которое называется Манованов Фербер. На сегодняшний день это ведущее издательство деловой литературы в России и, наверное, вообще одно из самых мощных издательств. Я работал там на очень редкой профессии, которой в России один человек только занимался я, она называлась книжный скаут. Вот я читал, бирал книжки, я читал целый день, это было моей работой. И моей работой стало учиться отличать хорошие книжки от плохих и узнавать о книжках всякие штуки, которые могут быть полезны. Вот, поэтому я вам немножко расскажу. Я сразу предупреждаю, что, может быть, часть того, что я буду рассказывать, будет банальщиной или вы, может, знаете это. Ну, как бы я буду очень рад. Вот. Презентация моя называется «Штуки о книжках». Вот. И мы начнем вот с этого. Это логотип издательства Pingen Books. И вот благодаря этой компании, которая обладает таким логотипом, мы с вами живем в книжном мире, который сейчас существует. Оно родилось в 1933 году, когда его основатель, Алан Лейн, оказался на железнодорожном вокзале в Великобритании. И он подошел к книжной лавке, чтобы купить какую-то книжку в дорогу. И он просто офигел. То есть его выбесило то, что книжки были двух типов. Первое было, это были вот такие дорогие издания, которые стоили несколько фунтов, которые было непросто купить. У них был ограниченный ассортимент. И второе, это были вот такие трешовые комиксы. Там он стоил один пенни. И, ну, короче говоря, это такая газета «Жизнь» была. Ну, или не знаю, там, что сейчас в Москве-то закрыли, какой журнал, там, про досуг какой-то. Ну вот, кстати, здесь нарисован такой герой, называется Джек пружинки на пятках. Вот, это очень интересная штука. Потом погуглите, если интересно. Это единственный паранормальный случай, который нашел подтверждение в истории науки. Вот, и он изобрел новый вид книжки, который называется «Книжка с мягкой обложкой» или «Пейпербэк». Вот здесь представлена одна из них. Книжка издательства «Пинджин Букс». Ее фишка в том, что она стоила очень дешево. Она стоила 50 центов. У них долгое время был такой рекламный розыск, был такой рекламный розыск, книжка по цене 10 сигарет. То есть книга вот из такого дорогого издания, которое покупали и дарили в наследство, превратилась в вещь, которую прочитал и выкинул. Она просто перестала что-то цениться. Это то же самое, что, например, если бы в мире, где везде были айфоны, пришел чувак и изобрел телефон, который стоит там 500 рублей и обладает теми же функциями. Вот «Пинджин Букс» совершили переворот в издательстве в мире, и сейчас, собственно, мы живем в мире, который вот развился из этого, иначе мы до сих пор бы покупали дорогие книжки. Фишка, было несколько фишек. Одна из них, вот этот шрифт, который он использовал, назывался «Джилл Сенс». Он хорошо читался на серой газетной бумаге. А вторая фишка, это вот их такой, я не знаю, как-то по-русски сказать, темплейт, вот дизайнер, шаблон, шаблон обложки. Он был одинаковый для всего издательства, и он по-прежнему остается одинаковым. И его шаблон нарисовал Ян Чехольд. Наверное, вы такого знаете. В истории издательства «Пинджин Букс» была книжка, вот она, собственно, самая массовая. Ее в настоящем дне издали, по-моему, 25 миллионов экземпляров. Ну, вот трудно, наверное, догадаться, да, как она выглядит. То есть я ничего не закрывал, но так выглядит обложка. Вот сейчас попробуем, собственно, догадаться, что это за книжка. Перенесемся из Великобритании, США. То есть вот эта же самая книга, которая вот здесь нависована, она выглядит в Штатах. И попробуем догадаться, что это за книга. Ну, собственно, а я забыл обрезать. Мне суть важно. Короче, смотрите, в чем фишка. Да, я забыл обрезать название. Короче, вот книга, которая выглядит в Великобритании. Минималистичный дизайн. Никакого маркетинга вообще, кроме вот там красных полозок, пингвина внизу. Вот это американская обложка. Здесь женщина, у которой значок. Здесь написано «Антисекс лиг». Чувак в латексном костюме, который похож на какого-то Абдулу. Вот здесь вот большой брат нарисован, Big Brother is watching you, которого художник рисовал со Сталина, потому что тогда Сталин являлся в Америке символом тоталитаризма, такого общества, где большой брат тобой наблюдает. Какие-то женщины, пирамида. Вот мужчина, который вообще не понимает, где он находится и что происходит на обложке. Вот просто следы такого маркетинга, там какие-то заголовки с многоточиями. Причем там не три точки, а четыре. Она просто кричит о себе. То есть можно сравнить с британской книжкой и американской. Это вот одна и та же книга, но это прям отражение двух разных культур. Вот как в Великобритании подходили к изданию книг и как в США. Вот это одна из ранних, по-моему, вторая или третья обложка, это 50-е годы. Книжка Оруэлла 1984 была издана в 42-м году, а это 50-е годы. И тогда появилась такая дизайнерская фишка, вот глаз. Ну то есть большой брат смотрит на тебя, вот собственно глаз такой из книжки торчит, он смотрит на читателя. Почему-то вот из обычной иллюстрации это превратилось в мейнстрим. Вот я просто взял, забил в Google 1984 книга и собственно вот, то есть все рисуют глаз. С тех пор книжка издалась в десятках стран сотнями видов, но если не тысячами. И большую часть обложек украшает глаз. Вот он просто везде глаз. То есть почему глаз? И вот мне кажется, если бы там, то есть когда я работал в издательстве, мне попросили бы там пересдать книжку, когда я бы дизайнеру создавал техническое задание, я бы сказал, только не глаз, пожалуйста, не весой глаз, потому что уже сколько можно. По поводу обложек еще. Есть такой сайт, называется pablo.lib.ru. Это проект чуваков, которые потихонечку оцифровывают книжки. В отличие от всяких там онлайн-библиотек вроде там леврусека или фливусты, которые постоянно воруют копипаст. Ну короче, вот вся эта война, движуха за литературные права. Эти ребята просто спокойненько сидят, сканируют книжки, выкладывают их в интернете. И я вот этот сайт очень люблю, потому что туда можно заходить вдохновляться. Они просто сканируют все. То есть все советские старые книжки, которые только можно было себе бы представить, они все выложены последовательно по годам. То есть вот просто шикарно. Там такие иллюстрации, вот, например, тут с автобусами можно просто печатать в качестве постера, на стену вешать, и она просто отлично выглядит. Вот как стать капитаном, как иллюстрируется книга. Там просто сотни их. Там сонно-сновидения, там написано научно-популярная библиотека солдата и матроса. Задарисован ребенок, которому снится ледокол. То есть как это все связано, непонятно. И вот туда можно просто заходить, все это скачивать, смотреть, находить что-то совершенно необычное. То есть вы считаете, что они нарушают автобусские права? Они нарушают, конечно, но нарушают, например, процент какой-то. Ну, грубо говоря, вот из ста книг только две-три книги, они пересдаются сейчас. Большая часть вот этих книг, допустим, там, издательство Лингиспром, 32-й год. То есть как бы можно считать, что права уже на эту книгу перешли в общественное достояние. Подождите, у нас права общественного достояния приходят через 70 лет после смерти папы. Согласен. Согласен. Я не спорю. То есть пиратство, согласен. Там, кстати, есть книги Лебедева тоже, издательство. То есть я не одобряю, но я просто прихожу вдохновляться. И я как бы нисколько не противлюсь тому, что другие люди будут это делать. Вот там, например, вот есть книжка Евгеника. Это учение об улучшении природных свойств человека. Она издана в 40-м году, и через год уже, по сути, там, в Российский Союз вторглись люди, которые вот Евгенику использовали одной как своих, как философии. Ну, то есть эта книжка действительно издана. Там, ремонт тяжелых мотоциклов, которые со страшной какой-то обложкой. Вот есть другой бложек такой, называется loseboxcovers.tumblr.com. Он, это блок коллекции книг с страшными обложками. Причем это не концепты, а вот эти книги, они действительно изданы. Под каждой книжкой есть ссылка. То есть ее можно пойти, купить в Азоне, в Азоне, прошу прощения. То есть их там тысячи вот таких страшных книг. Вот, как говорится, без комментариев просто. Вот. И так хорошо, что аж плохо может зайти, порадоваться, как не все плохо происходит. Следующая штука называется субвокализация. Вот сейчас будет слайд, и вот просто там будет нечто. И поймайте себя на том, вот когда вы это нечто увидите, что с вами произойдет. Ну, когда, что происходит, когда вы видите любой текст? Ну, мы молчим сейчас, по сути. То есть вот какой процесс происходит? Вот что-нибудь чувствуется внутри? Шевелится, нет? Абсолютно верно. Это называется субвокализация. Это мостик между визуальным восприятием информации и ее пониманием. Субвокализация — неотъемлемая часть понимания текста. Это, вот, мы, там есть несколько стадий, изучает наука психолингвистики, мы не будем сейчас о них говорить. У каждого в голове есть голос, который прочитывает вслух про себя в голову любой текст, который увидит, даже который не хочет видеть. И без субвокализации читать, в принципе, вообще это нельзя. Ну, то есть это одно из доказательств того, что ни одна теория скорочтения, которая существует, она, по сути, не работает. Я встречал в своей жизни там множество людей, которые били себе пяткой в грудь, говорили, книжка за полчаса, я лично. Вот, но просто, вот, я прочитал несколько научных исследований на эту тему. Никаких документальных подтверждений того, что читать без субвокализации можно, не существует. Мы иногда субвокализируем не все слово, а только его часть. Например, несколько начальных букв. Но этот процесс неотъемлемый. Вот, если мы не можем субвокализировать, текст выглядит примерно вот так. Ну, то есть какие-то значки, их невозможно прочитать. Вот, Анатолий может, может. Да. Какие субвокализации по скорочтению, они, наоборот, говорят о том, что подавляют субвокализацию? Потому что, то есть скорость чтения, она упирается в скорость проговаривания информации в голове. То есть если теоретически мы эту скорость, то есть мы проговаривание уберем, мы скорость чтения значительно повысим. Человек может говорить слух, там, 200, 300, иногда 400 слов в минуту. Ну, это максимальный предел. Выше этого нельзя. Ну, то есть примерно этому равна скорость визуального чтения. Если мы вот субвокализацию как бы вытащим, то многие люди говорят, я читаю 1200 слов в минуту, например. То есть это 4 раза больше, чем человек может проговорить. То есть вот, собственно, из-за этого. Я считаю, что это получается такой, как анекдот, знаете, про секретаршу, которая печатает 5000 знаков в минуту, и такая ерунда получается. Вот вопрос даже больше не в том, насколько быстро человек может читать, а насколько быстро он может понять и воспринять прочитанное. Вот, допустим, процесс субвокализации, вот я сейчас верну текст, он заключается в том, что, ну, то есть как вот это механически происходит. Сначала происходит так называемая фиксация, когда человек находит глазом первую строчку. Потом происходит процесс, который называется сукут. Он проскакивает глазом несколько строчек, не обязательно вот так последовательно, он может читать S-образное. Ну, несколько строчек, 4, 5, 6. И потом его сознание тормозится, потому что ему требуется временное понимание и проговаривание. То есть скорость сукута, вот непосредственно восприятие текста, очень высока там. Я там где-то записал, ну, короче, там сотые доли секунды буквально, десятые доли секунды. Скорость понимания проговаривания значительно меньше. И сознание тормозится и начинает догонять. Чтение, просматривание информации останавливается на какой-то строчке текста, в слове текста. Человек начинает проговаривать, возвращаться обратно, и потом продолжает. То есть такой пульсирующий процесс. Вот. Есть еще такая интересная штука по поводу субвокализации. Например, там вот мы умеем говорить, ну, по крайней мере, мы говорящие люди. А вот что делать людям, которые, допустим, не умеют говорить, то есть, ну, которые глухонемы, например. Как они читают текст? То есть, если вот мы проговариваем, субвокализируем, ну, там, в голове, и иногда у нас, ну, то есть у людей шевелится язык иногда. Иногда просто напрягаются немножко мышцы рта, мышцы шеи. Ну, то есть он пытается проговорить, но он подавил себе это. Глухонемые люди субвокализируют руками, у них шевелятся пальчики, у них напрягаются мышцы рук, и задействованы нервы, то есть они проговаривают руками. То есть этот процесс неотъемлемый. То есть человек видит текст, он должен его проговорить, иначе он не может. Хороший способ понять вообще, как субвокализируется текст, это значительно замедлить скорость своего чтения. Ну, как опыт над собой провести. Вот, например, вот когда-то мне было интересно, я выучил азбуку Брайля. Читал как бы завязанными глазами. Вот как выглядит браильская книжка. На самом деле это газета, ну, то есть она вот толстая такая, но она как-то, не знаю, как большой город, наверное, по толщине. Там есть, кстати, раздел, в конце называется «Давайте знакомиться». Вот, вот это вот, например, это иллюстрация для слепых людей. Она рельефная, то есть ее можно смотреть только руками. Собственно, в чем фишка чтения на языке слепых? Когда скорость чтения значительно сокращается, процессу вокализации из такого таинственного, которого где-то там в голове проговаривается, он прям всплывает. И ты как в детстве начинаешь читать там «Мама ела кашу». И вот это все всплывает, и ты действительно ощущаешь. Ну, здесь, собственно, вот. Поэтому мой такой совет, просто старайтесь читать медленнее. То есть нет смысла в том, чтобы быстро прибежать глазами информацию. То есть если нужно быстро почитать, лучше вообще не читать или отложить это. Ну, как бы на это психологические причины есть. Следующая штука называется «Книга-игра». Я книги-игре узнал, когда мне было лет 14. Я пошел, я был в деревне летом, пошел в библиотеку деревенскую, и там были вот такие книжки, там «Подземелье черного замка», «Повелитель безбрежной пустыни», ну, и вот там такое фэнтезийное бла-бла-бла какое-то. Я думаю, что это такое? Оказалось, это новый вообще, новый способ восприятия книги, который вообще существует. Он буквально лежит на поверхности. Вот вроде бы мы читаем книгу, наше самое главное желание — это стать ее героем. А мы просто как вынуждены ее читать, ну, потому что как бы вот… Ну, есть книжки, которые там могут заигрывать читателям, там есть «Игра в классики» Картасара, но это все как-то все не то. Нужно стать героем. Эти книги предлагают такую возможность. По сути, это такой книжный HTML, когда все повествование разбито на абзацы, они все перелинкованы друг с другом номерами, и авторам и читателям книги… То есть автор и читатель становятся одним лицом. То есть ты читаешь там, там бла-бла, я еду через мост, проехал, увидел три дороги, повернуть направо, и в скобочках там, допустим, 12, и ты так листаешь, там ищешь параграф 12, и читаешь, что дальше происходит. То есть получается такая ветвистая структура, по которой можно скользить. И вот это вообще просто разрывает мозг. То есть нельзя приверить, что так вообще можно книжку читать. В мире вот этих квестбуков, книг, игр, там есть целая огромная индустрия, там есть целые слеты любителей этих игр, куча авторов, программы специальные, которые можно там все это сделать. И в России там тоже есть такой сайт, он называется questbook.ru, туда можно зайти, что-нибудь скачать такое, попробовать вообще, как это все выглядит. Там, кстати, боевая система даже есть, можно кубики бросать, играть, там наносить удары. Ну просто вот компьютерная игра на бумаге, вот просто. Я вот когда эту презентацию готовил, я зашел, скачал пару игр, и я вообще выпал вечера на три просто. Я сидел, играл, у меня как детство схлынуло, оно просто засасывает себя. Тем более, что она просто, она линейная, то есть если ты где-нибудь делаешь ошибку, там погиб от удара гоблина, например, и все, нужно заново читать, то есть там обратно не отлеснешь, не вспомнишь, где чего. Ну короче, вот это просто, книга 2.0. Жалко, что они сейчас уже не так популярны, у всех компьютеров есть. Вот. Еще есть такая важная штука. Вы забудете 85% прочитанной книги, вы даже забудете 85%, что я вам сейчас говорил, может, слава богу даже. Вот это просто факт. Вот это вот просто с этим ничего не сделаешь, вот забудете и все. Так устроен мозг, он сохраняет информацию выборочную, что-то интересные истории какие-то запомните, какие-то нет, но большая часть книги, она утонет, никогда не всплывет и все. Вот этот процент в 15 оставшихся можно чуть-чуть повысить с помощью одного очень простого инструмента, без которого я, например, книгу вообще в руки не возьму никогда, потому что бесполезно. Он выглядит вот так. Это карандаш. Вообще, я считаю, что книгу любую без карандаша читать вообще бесполезно. Ну просто бумагу листать совершенно. То есть информация прилетит мимо, из одного глаза вылетит, и вылетит куда-то непонятно. Для меня нормально прочительная книга выглядит как-то вот так. Она вся подчеркнута. Там какие-то интересные истории выделены, цитаты, которые могут пригодиться. Если там автор пишет, допустим, «Деволюционная Россия», что-нибудь ты-то подчеркиваешь, чтобы потом где-то поискать найти. Это вот новый, как бы не новый, это всем известно, но это самый классный способ понимания книги гораздо лучше, чем она есть. То есть ее нужно буквально вкопать. Обязательно читайте с карандашом. Вот я люблю, например, и киевские карандаши. У меня в городе, ну мы увидели фотографии, нет и кеи, конечно же. Мне друзья привезли когда-то одну коробку, я до сих пор их расходую. Просто самый классный карандаш. Он вкладывается в книжку, закрыл там, сунул в сумку, он всегда при тебе. Сел читать, подчеркиваешь. Читаешь электронную книгу, копипастишь кусочек, сохраняешь вуверноут куда-то. Но постоянно нужно постоянно что-то в ней запоминать с помощью карандаша. Ну то есть этот инструмент уже не забудется никогда. Сергей, простите, а какой-то библиотечный книг? А я поэтому карандаш использую, не ручку. Я потом беру резиночку и стираю, когда мне не нужно. Ну то есть сейчас мы дальше дойдем, для чего я это делаю. Вот собственно у меня есть бложик, и я в бложике пишу о книжках. И раньше я о них не писал, мне казалось как бы это очень банально, но это как писать о том, что ты покушал, например. Ну кому это интересно, какой-то инстаграм книжный. Вот я потом просто понял, что это помогает гораздо лучше понять вообще прочитанную книжку. Вот мы взяли книжку, прочитали, подчеркнули то, что интересно, выделили интересные моменты. Потом взяли и на основе этого написали, так я называю слово summary. Меня постоянно за него пинают, говорят, мы в России живем, придумай какое-нибудь слово нормальное. Вот summary, ну summary, summary. То есть вот я просто беру по пунктам, ну здесь конечно очень мало там, было бы куча-куча, все, что подчеркнуто, я просто выписываю бложик и сохраняю. Получается такая книжка, выжимка книги, которую потом, если мне захочется, я просто возьму, прочитаю прямо в бложике, в своем же. И вот мне даже не нужно будет потом ее листать. И все самое нужное, все самое интересное, все самое ценное, что в ней есть, я вот прям выжимаю и использую потом. Ну и соответственно бложик тоже. Бложик. Дальше. Еще отличный способ понять книгу, прочитать ее два раза. Все сразу, как я кому говорю, прочитать два раза. Все говорят, ты что, с ума сошел? Зачем книгу два раза читать? Ну вот, блин, книга же. Вот просто мы, прочитав одну книгу, мы вообще ее не понимаем практически. Вот здесь нарисовано в качестве вот одной из них, называется «Как читать книги» автор Мартимер Адлер. Он говорит, что книгу нужно вообще 4-5 раз читать. Ну это, конечно, как бы борщевато, но в какой-то степени правильно. То есть если книжка нравится, если она кажется полезной, ее нужно еще раз перечитать через некоторое количество времени. И она запомнится гораздо больше, и она раскроется новыми красками. Правило 50 страниц. Ему меня научил мой коллега в поизводительству мифов. Его зовут Игорь Ман. Ну, соответственно, Ману-Ноффербер, первый из трех. Закон достаточно очень простой. Берешь книжку новую, открываешь, читаешь 50 страниц. Если доцепило, читаешь дальше, не доцепило, выкидываешь. То есть не даешь ей второго шанса. 50 страниц примерно там 20% книги. Если там за 50 страниц автор тебя не доцепил, если за 50 страниц тебе не интересно, шанс то, что остальная часть книги будет интересна, он стремится к нулю, он практически равен нулю. И вот он меня научил относиться к книге безжалостно. Вот просто если она тебе не нравится, не нужно себя мучить. Вот я раньше себя постоянно мучил, я дочитывал, думаю, надо, все-таки раз начал, заплатил деньги за нее, взял, ну надо дочитать. Это все фигня. В мире дофига огромных, огромных, классных книжек, и вот зачем-то растративать время и силу на какие-то посредственные. Ну вот здесь, собственно, 50 страниц, как они выглядят, вот они читаются примерно за час. То есть книгу можно проанализировать, прочитать за час. Собственно, вот как может выглядеть типичный план. Вот я постоянно встречаюсь с людьми, которые говорят, мне неинтересно читать, я не могу читать, я читаю 5 минут, засыпаю, там, у меня нет дома книжек, я не знаю, как себя заставить, я не знаю, что мне интересно. У меня как бы простой совет, читай час в день, вот просто час в день, и ты прочитаешь 50 книжек в год. 50 книжек в год это многократно выше среднего. Это можно прочитать практически все самое хорошее, выходящее в определенной области, которая нравится. Например, вот мне нравится нонфикшн, 50 книжек в год я прочитаю сливки нонфикшн, я все самое лучшее узнаю. Час в день читать совсем несложно, но это 4 раза по 15 минут. Или вот если книжка интересная, один раз сел, засосала и вот только как бы сидишь, не перечитать. Дальше. Выход из читательской зоны комфорта. Вот это очень важная штука, которую часто люди выпускают. Проблема в том, что когда мы читаем то, что нам нравится, например, мне вот детство нравилась фантастика, я любил читать фантастические книги, со временем наступает такой момент, когда ты пересыщаешься этим, или когда все остальные книги начинают казаться тебе какой-то ерундой. Когда я работал в задательстве Man of Ferber, я читал огромное количество бизнес-литературы, просто гигантское, ну часами в день, и мне казалось, что все вокруг, остальное, оно какой-то тлен, ну просто какая-то ерунда. Вот где сок ты, бизнес-литература, мотивация, переговоры, маркетинг, менеджмент. А это как бы, это забивает, это забивает ощущение книги. То есть вот если, допустим, чтобы понять, что такое стейк, можно шаурму попробовать просто. Это звучит как-то безумно, то есть я не предлагаю Дарью Донцову читать, конечно. Кстати, вот у Дарьи Донцовой, у нее тираж книжки, например, вот одной, прошу прощения, в год тираж ее книг, 2 миллиона экземпляров. Издательство Man of Ferber не столько не издало за 7 лет. Ну то есть, можно себе представить, то есть вот ее все ругают, это офигенный тираж. Вы представьте, она вот за за 12 лет она Орелла переплюнет по тиражам. Ну просто, наверное, целой фабрикой на нее печатают. Если вам нравятся, допустим, книги о дизайне, книги о шрифте, прочитайте детектив. Вот просто выйдите из зоны читательского комфорта, прочитайте другое. Прочитайте вообще то, что вам не нравится. Вот вообще не нравится. Мне, например, не нравятся дамские романы. Я взял, прочитал. Это просто, это как с парашютом прыгнуть. То есть страшно, не хочется, но вот ты прыгаешь. Друзья, это не противоречит к следующему тезису 50 страниц, что если книжек не нравится, то надо пройти. Абсолютно верно. Я не заставляю постоянно читать дамские романы. Можно одну книжку прочитать. То есть это как эксперимент за собой. Эксперимент мы все рамки, как правило, за скобки берем, мы их не используем раньше. Чем это полезно? Сразу начинаешь ценить вкус прекрасного стейка, прожаренное мясо, отличный соус. То, что раньше ты не замечал, вот казалось, что это там, казалось, то, что есть, но книга и книга. Ты сейчас понимаешь, вот даже ощущение страничек, ты ее листаешь, думаешь, господи, какая желтизна, вот как было прекрасно раньше. Вот просто пробуйте когда-нибудь, возьмите книгу, которая вам кажется трэшовой. У меня дома была книжка, был такой чувак, Гробовой его звали, он там воскрешал людей психически. Я ее просто пролистал, то есть это немножко как бы встряхивает. Это вообще очень-очень классная штука. Ну, собственно, вкратце о том, что получилось и можно дальше вопросы задавать, если будут. Читайте только то, что нравится, иногда то, что не читали, чтобы попробовать что-то новое. Читайте всегда с карандашом, просто как бы не читайте без карандаша вообще или без способа как-то выделить прочитанное. Заведите бложик, заведите файл в оверноуте, какой-нибудь документ, куда склондируйте интересные цитаты, фразы, все, что вам понравится. Это вам потом пригодится. Медленно и вдумчиво. Лучше прочитать в два раза медленнее, поймете в два раза больше и удовольствие в два раза больше получите. Читайте по часу в день. По часу в день и вот вы будете выше ваших друзей по уровню, я гарантирую, ну, значительно выше. Ну, только если вы не в библиотеке, библиотекой дружите. Собственно, бложик. Все. Быстро, правда, было. Да. Ну, все вот эти ваши тезисы применимы ли они касательно технической литературы? Ну, просто я как скажу, я сам закончил технический вуз аспирантуру, не применимы. Технические книжки, давайте какие-нибудь это выключу, наверное. Не выключу, надо, короче. Техническая литература это вообще, это другой мир, это другой язык, другой способ структурирования информации. То есть техническая литература, допустим, я как понимаю, книги, программирование, поверстки, какие-то технические справочники. К ним нужен совершенно другой подход. К ним, во-первых, что я смогу советовать, нужно особое настроение, то есть его нельзя читать, когда лень, когда захочется, только когда нужно, когда то требуется. Ну, карандаш, конечно, работает. То есть так, сейчас придумаю что-нибудь еще. Ну, я, наверное, бы еще советовал не читать их бумажном виде, потому что вот из моей издательской практики мы там издавали серию книг по программированию, они устарели еще до того, как они вышли с типографии. То есть как бы мне кажется, бумажные технические книжки, там, если там это что-то не вечное, то они практически бесполезны, лучше электронные. И вообще, мне кажется, в технической литературе, если мы говорим о каком-нибудь программировании или верстке, наверное, есть смысл больше ориентироваться на какие-нибудь блоги, факи, вики, сообщества, программистов и так далее. Что-то более быстро обновляемое, свежее. Потому что издательский цикл книги это там 7-8 месяцев. Ну, чего там 7-8 месяцев для программирования? Ну, я, конечно, про программирование говорю, я не знаю. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот это ваше разделение книг на стейки и на шоуну. Почему вы не предполагаете, что человек может абсолютно искренне любить и то, и другое? А я сам такой же, но просто я скорее пытался выразить, что есть стремление к хорошему и что-то базовое. То есть читать Дарью Донцову можно всегда. При любом нас... То есть вот когда даже очень плохо там уехали, сослали, в ссылку, в тюрьму посадили, можно читать Дарью Донцову. Это какой-то базовый навык. Читать умную, сложную книжку, интересную, значительно труднее. Для этого требуется работа читателя. То есть я почему-то не верю, что Дарью Донцову можно вкладываться как-то эмоционально, читать ее с каким-то усилием, с стремлением. Ну, я не знаю. Вот, например, моя мама читает там дамские романы и я нисколько ее не осуждаю. Я понимаю, что там смысл ее текста это развлекать ее. То есть я так просто не могу. Я, наверное, здесь, может, с Дарью Донцову с вами не соглашусь, потому что для меня ее читать тяжелее, чем Саша Скалова, например, потому что Дарью Донцову плохо с грамматикой. И когда у меня слава предложение не согласовано, для меня это гораздо труднее, чем эксперименты с синтаксисом в госпитальнистах. Шаурму жевать тяжелее, да, собственно. Это особенное дело, что у нас паренья шаурма, знаете, засохшая, буквально, цепарит. жареная подошва, да? Пожалуйста, вырежете это. Два миллиона экземпляров затопчут их просто. Ну, возможно. Я как-то не специалист по Донцовой, я, к сожалению, у меня опыт небольшой, с ней, к счастью. Вот. Чтение танцовой это развлекательный момент, а чтение нон-фикшена это же тоже развлекательный. Ну, то есть, ты просто развлекаешься на другом уровне. Ну, это же тоже развлекательный момент. Ты забавляешься просто на уровне, да? На чойсе. Я больше. Ну, ты забавляешься тем, что ты молодец. Сейчас, я буквально, одну минуту. Я просто так скажу, смысл любого текста, вообще любого, ну, как там, бывший скаут, как редактор, это развлекать читателя. Вообще любого. Даже если вы читаете, там, текст о крушении какого-нибудь, там, поезда в Испании, ваша, как бы, цель текста вас развлечь. Даже если это ужасное происходит. То есть, вопрос больше немножко в другом. Я оцениваю нон-фикшен с точки зрения полезности вот с одной штуки. Я могу взять интересную историю, которая описана в книжке и рассказать ее кому-то еще, и этому человеку будет интересно меня послушать. Вот. Вот, например, я прочитал в одной книжке, есть такое книжное издательство и магазин, называется Barnes & Noble американский. У них есть, у них огромный книжный магазин, там, десятки, сотни тысяч номинований, и часть этих книжек продается в онлайне, часть в обычных магазинах, ну, как обычный книжник. И если книжки в книжных магазинах не продаются, им нужно их списывать и выбрасывать. И чтобы их выбрасывать, они отрывают обложку у книжки. Они просто стают ногой на книгу, берут обложку, дергают, отрывают ее. То есть, вот это какой-то сакральный смысл. Это как вот человеку голову отрезать, он потом, собственно, его никуда не используешь. Книжку без обложки человек вот не возьмет, она ему неинтересна, она ему невкусна. Вот это какое-то, не знаю, какое-то особое варварство. И вот там было написано, что сотрудники Барнса Нобул, они втихаря от менеджеров воруют книжки, стараются тихо с обложками выносить их на помойку и пытаться как-то раздать людям. То есть, избежать их безглавливания. Ну, то есть, вот вроде бы, чем вот эта информация, которую я про Барнса Нобул вам рассказал, чем она полезна в жизни, собственно. Я ведь не буду воевать людьми, которые отрывают обложки, но просто вам было интересно, и я какой-то профит получил от этого. Ну, вот как-то так. То есть, я с такой точки зрения полезности-то говорю. А вы сказали, что вы экспериментируете с чтением дамского романа. Да. И как вы видите впечатление? Ну, вы знаете, мне, я скажу честно, мне было интересно. А почему вы стыдитесь? Я не стыжусь, но я как бы, я же мужчина, я должен производить образ такого мужественного, но я считаю только там про Конана Варвара, там все такое. Нет, это серьезно, это интересно. Мне было интересно почувствовать, какие ниточки там она затрагивает. И вот мне, например, там понравилось, я читал книжку, я, к сожалению, не упомню ее название, там мужчина и жить. А? Роковая страсть, да. Ну, там мы знаем эту обложку там, кто-то кого-то. И там мужчина и женщина оказались в отеле запертыми. Их там как-то заперли, вот они там остались, вот нет, да перестаньте вы, это не Мануэль. Вот они остались там запертыми, и вот там были такие моменты, которые вот они реально трогают. Там, ну что вы, ну и что? Нет, это ладно, вот. Там, простите за интимную подробность, я сейчас просто как прочитал. Там, ну это дамский роман, был написан для женщин. Вот я честно, как бы, вот не стыдясь, в романе им пришлось как-то ночевать, потому что, ну как бы, ночью ведь заперли в отеле. Мужчина там занял одну себе какую-то комнатку, женщина какую-то другую, и там было описано, как женщина постирала в раковине свое бельишко и развесила это там где-то в ванной. И там зашел мужчина туда, и там такой был монолог в стиле Джона Голта из «Атланта Райлд Пречи» на 17 страниц, как на него нахлынуло, там как вот он в детстве где-то в Италии видел развешенное белье. Вот это реально, вот я прочитал так вот просто, это прикольно. А? Да, я, ну а сколько женщин у нас в стране? Ну вот, в смысле, 40 миллионов, ну вот. Ну это, это вам понравилось, а вы бы еще взяли, например, не роковую страсть, а непреодолимое включение? Я не исключаю такой возможности. Мне как-то, я прямо чувствую себя как на клуб алкоголиков. Здравствуйте, я Сергей, я прочитал армский роман. Возможно, но возможно что-то, то есть не такое банальное. Все-таки вот я вспомнил один эпизод, я больше каких-то интересных эпизодов упомнить не могу. Я, когда мне было 16 лет, я у отца в антресолях нашел книжку Эммануэля Арсана, которая называлась Эммануэль. Это был 90-й год, первый издатель, издание этой книжки в России, в Советском Союзе, да еще, в постперестроечной вот такой России, она была на прошившей бумаге издана, это все было пофиг. Это было потрясающе. Вот мне просто, я просто, ну я понимаю, что сейчас я бы не стал ее читать, она мне кажется такой сексуально банальной. Тогда мне просто крышу сорвало, как это все описывается. И у меня вот такая была легкая, детская психическая травма от этой книги. Я долго хранил ее на шкафу, и, наверное, я ее перечитывал, не знаю, раз, наверное, 40. И каждый раз я ее по-разному открывал для себя, с разных сторон. И она потом пропала со шкафа. И я не знаю, что с ней случилось. Мне кажется, мне мама просто вытирала пыль на шкафу, и ее туда достала, увидела, что это за безобразие, и выбросила. Ну вот я просто по себе говорю, что это сейчас, наверное, считается таким, не знаю, ну если не трэш, ну такой какой-то, непонятной такой, сексуальной нитературой. Для меня тогда это было, ну главная книга года, наверное. Вот что-то такое, возможно, я бы повторил, дай боже, мне когда-нибудь такая книжка выпадется, чтобы я ее на шкафу хранил. То есть вы верите в то, что текстовая порнография не вытеснится роликами на YouTube? Конечно. Я также не верю, например, что там фотографии не вытеснит живописное искусство, потому что, ну, это немножко другое. Когда читаешь, когда человек, почему, допустим, люди говорят, там, я смотрел, там, «Стилины колец», книга лучше. Потому что книга, она выставляет воображение работать сильнее. Человек от этого удовольствия получает гораздо больше, когда он сам это додумал. Особенно сильное удовольствие он получает, когда он додумал, что-то вообразил, потом он увидел это в фильме, наложил это друг на друга, и там где-то что-то совпало, он там представлял баромиры с таким же мечом, и это просто вообще выносит. И я точно так же считаю, что эротическая литература, она всегда немножко выше, там, допустим, видеопорнографии. Там изображение красивой женщины в купальнике, оно может быть сексуальнее, чем изображение без купальника. Просто потому, что я в голове этот купальник с нее снимаю. То же самое с книгой происходит. Вот я, например, когда там не заброшу мануэль ради чего-то такого. Какие мысли есть по поводу развития электронных книг? Процентное соотношение, допустим, бумажной и электронной книги в ближайшем будущем? У меня, к сожалению, данной актуальностью, может быть, год назад, я могу сказать, что электронная книга вообще сильно догоняет. Наверное, наши дети, ну, дети так точно, они будут дергать за рукав и говорить, папа, ты правда бумажную книгу читал? Вот, блин, правда не квазикристаллы? Ну, то есть, наши дети этого не застанут. Проблема электронной книги, опять же, в субвокализации. Вот тот процесс, который мы с вами наблюдали, когда мы в голове прочитываем, он не просто восприятие текста и проговаривание в голове, он немножко механический. Сюда включается листание страничек, запах книги, размер шрифта, помятые уголки, что-то подчеркивание, шероховатость на бумаге. Все это, это работает на субвокализацию. Посмотрите на детские книги. Вроде кажется, дай ребенку по iPad, на там, там, анимация, все работает, блин, это все не то. Ему нужно, то есть, ему нужно помочь чтению руками. Там, поднять волка, там, пощупать что-то, подергать. Это все помогает восприятию текстовой информации. То есть, я думаю, что книги для людей, которые умеют читать, они будут электронными. Книги для детей, они останутся бумажными, потому что иначе никак. Ну, вы уже слышали, пластинки не делали? Сипска? А? Да где? Ну, я за то, что из этих, которые у нас нет. Конечно, будут дорогие книжки. Вот они, да, серьезно, будут как пластинки. Вот это правильное сравнение, я согласен. Ну, книжку электронную удобнее же читать, правда? Нет, ну, скажите, сам принцип чтения электронной книги, когда книга в современном нашем виде печатная, да, книга-кодекс, ей предшествовала книга-свиток, которую мне стали. По сути, сейчас электронная книжка это модифицированная версия свитка, вот таким, то есть, со скроллом, да? Вот так скроллили, да? Ну, сама суть, да, какого-то полосного текста, который, неважно, как там перелезли, то есть, по сути, ничего нового, то есть, чтение электронной книги, особенно, ну, построено также на чтении букв, да, а если мы говорим про электронные чернила, то на том, то светоотражение оно построено, то есть, то есть, какой-то революции, если говорить о процессе чтения, здесь нет. Чем только занимались мы там 4000 лет, вообще просто зря прошло время. Согласен, согласен, я согласен, наверное, в то, если продлить немножко мысли, что инфографика, визуальное отображение информации в будущем будут, наверное, большую роль играть. Но пока рано говорить, я просто, это сфера деятельности человека, она вообще труднопрогнозируемая, потому что книга, она в таком виде, каком она есть текстом, она останется всегда, а какая будет на нее мода в ближайшие 5-7 лет, мы совершенно не знаем. То есть, может быть, например, в моду войдут опять там книжки, там, мятые, как вот пингвинбук создавали, дешевые книжки на серые обложки. Вот я, кстати, недавно просматривал Инстаграм, и я нашел, там фотография была, кто-то фотографировал книжный магазин, там был такой большой стенд, написано, классика российской литературы для школьников, и они выглядели, как пингвинбукс, то есть, красная полоска сверху, красная полоска снизу, там какой-то круглый логотипчик, и что там написано? Там стиль... Лен из Дады. А? Лен из Дады. Лен из Дады вы видели, да? Те самые люди, которые сначала сделали зеленую серию классика, собственно, взяв по основу издательства пингвинс со своим. мы, по сути, возвращаемся к тому же. Люди уже устали, вот это всего этого, этих изящных обложек, дизайнерских, вот это 1984 с такими кавычками, им что-то хочется опять базового, простого. Почему, Саня, здесь этот процесс, который всегда шел параллельно, и никакой революции в нем нет? Потому что сначала у нас были зелененькие книжки, а теперь они... Ну, зелененькие книжки, насколько я помню, на них были еще изображены художественные шедевры, если мы говорим о зеленой серии. Они сейчас изображены, они сейчас есть, они... Но это же не минимализм. Нет, я имею в виду, что сейчас эти две серии существуют параллельно и так же продаются параллельно и удачно существуют. Одно не сменило, другое. Это очень такой... Вот правильный вопрос, кстати, постоянно задают. Что скажу? Есть куча различных книжных блогов. Можно правильно еще вопрос задать? Да, да. Вы все классы в школе прочитали? Я затрудняюсь ответить, потому что я не знаю всего списка. Боюсь, что да. Точнее, радуюсь, что да. Ну, то есть, как я просто по себе вспоминаю, я обычно там обгонял немножко школьную программу, когда там дети читали Тургенева, я читал Нира Ульфа еще и так как бы немножко заранее. То есть я летом уже то, что нужно задавали на лето, я еще год назад прочитывал обычно. Что? Не-не-не, для себя просто сам. А потому что я в детстве лето проводил деревню, а там, собственно, что было, я то и читал. Я еще помню из последних вот называлась там «Инструкция по управлению паровозом 1260», что-то такое. Ну, просто занесло книгу в библиотеку, я ее прочитал, ну, потому что нечего было больше. Я вам напишу бложик, который вот, мой любимый, про книжки. Его ведет женщина, которая зовут Алена Попова. Она русская, как Сергей Брин, в таком же. то есть она там в три года уехала куда-то. brainpickness.com, он ведется на английском языке, ну, на понятном, который simple English, можно сказать. Он обновляется практически ежедневно, и он предлагает вот такие summary книжек. То есть вот эта девушка, которая его создала, она читает очень много вместе с своими помощниками. Она готовит выжимки, интересные цитаты, и как-то графически оформляет. У этого блога очень-очень много подписчиков, там сотни тысяч. Он существует на донейшн, которые они ему отчисляют, там, платит денежку, по ипалу, два-три доллара. И вот его можно вот этот один этот бложек читать и быть в курсе всех вот лучших книжек, которые издаются, быть в курсе там всех новинок, всех там старых, пятидесятилетних давностей книжек, быть в курсе всех самых крутых нонфикшн, фикшн писателей. Вот, короче, вот. Можно один этот бложек читать, ну и мой. Пятиминутка скромности. Да. Еще вопрос, если надо почитать очень много книг за ограниченное количество времени. Если надо почитать огромный, ну, штук пять книг за месяц, как ты постеплачиваешь? Штук пять книг за месяц, это немного. Ну ладно, хорошо. Сесть и читать, а что в этом? Как? Ну, а если надо почитать такое количество книг, когда ты не можешь при твоей скорости чтения сочетать каждую страницу, ты не можешь это почитать? А зачем столько книжек почитать, можно в конечных количествах, или в чем и повод этого занятия? Программа в институте, например, бывает так построена, когда книги объемные, а семестр короткие, а на лето не создавали. Ну, это же случай, когда ты читаешь не для удовольствия, ну, как бы, не... можешь читать не... Читать поберег. Не использовать роскошь медленного чтения в своей жизни. Дважды. Да, а читать уже поберег. Есть еще такие сервисы, есть такие сервисы, которые по подписке присылают тебе сам море книжек, уже прочитанных кем-то, сделаны выжимка, то есть вот вся эта вода от нее отжата, и вот прям получается, так как, знаете, есть эти... весь как-то там сокращенное изложение школьной программы за эти ужасные книжки маленькие, где там Тургения за 5 минут, а вот это не 5 минут, а за 50, и не Тургенев, например, а там Джим Кэмп, например, искусство переговоров. Она сжата до 3, 4, 5, 7, 10 страниц, и, ну, это стоит денег, вот даже в России там одно время... Как же это называется? Они до сих пор спамят, это не могу прямо. Смарт, что-то там, смартбокс. Ну, короче, это можно нагуглить, написать там BookSemery сервис, там что-нибудь, там очень много различных таких сервисов. А, кстати, вот я еще что советую, такой блогик, сейчас я вам его напишу. Есть такой русскоязычный блогик, который создал парень, он бывший веб-разработчик компании Bookmade, это, ну, знаете, такой сервис продажи российских книжек по подписке. Он называется smartfic.ru. Сейчас я вам его покажу. Он называется smartfiction. Что такое smartfiction? Это сервис, который каждый день, на нем появляется небольшой рассказ из классики. Порой даже неизвестный. Там может быть кто угодно, там, от Говарда, Лавкрафта, там, Дэдгара По, ну, какие там, вот, совершенно неизвестные, там, инди, не мейнстримовые авторы. Небольшой рассказ, он буквально читается, там, от трех минут до пятнадцати, каждый день. Его можно получать на почту, его можно читать в социальных сетях. Вот я это называю кофейное чтение. Налил чашку кофе, открыл smartfiction, прочитал там, пока чашку кофе пил, и вот ты уже чем-то зарядился с утра. Вот это он, я не уверен, что каждый день, ну, вот, по-моему, это каждый день я не публикую что-то новое. И он совершенно бесплатный, независимый, вот его поддерживают ребята, к ним можно прислать что-то свое предложить. Вот тоже очень, как бы, хорошая штука, чтобы как-то в тонусе книжным быть. Сергей, а вы можете ответить на вопрос, почему вы читаете? Я просто, у меня такая штука, у меня очень-очень мощное чувство любопытства. И вот я люблю, чтобы вот это чувство любопытства разбухало и давило там изнутри на центр удовольствия в мозгу. И вот я просто, ну, то есть, это может быть мое основное какое-то конкурентное преимущество, фишка, как это сейчас модно говорить. У меня очень большой интерес к миру. К миру, к книжкам, к фильмам, к чему угодно. Я рассматриваю мир как что-то для, объект для изучения. И вот чтение это одно из способов вот как-то себя насытить информационное. Да, вот есть способы, например, можно познавать мир, например, делая что-то, ремесленным таким путем. Просто интересно, почему вот вы выбрали, когда вы говорите, книги и фильмы, согласитесь, это все-таки несколько такая созерцательная, да? Да. созерцательный пастор. То есть вам не было интересно, прочтя книгу «Тайны подземелья» и заняться, например, спириологией? Ну, это немножко тема не этой лекции, я вкратце расскажу. У меня есть такая философия жизненная, она называется мультихобби. Я ее проповедую, она заключается в том, что я регулярно меняю свои хобби. Вот если вспомнить вот это лето, которое сейчас заканчивается, я успел позаниматься дайвингом, подводной охотой, стрельбой из спортивного лука и в ритм, ну, это язык такой, собственно, там его видели. Фишка в чем? Постоянно, каждые 2-3 месяца менять свое увлечение кардинально, расширяя зону комфорта максимально. Прыгали с парашютом, через 2 месяца начните играть на фортепиано, потом изучите французский язык, потом верховая езда. Ну, то есть, просто раскидывайте себя на занятия, которые раньше вам казались совершенно невозможными, которые вроде бы там нужно всю жизнь заниматься. Балетом, например, я бальными танцами занимался, ну, вот, тот не видел, кстати, я вот покажу, я занимался бальными танцами. Ну, А мне нравится, что при таком подходе менять каждые 2-3 месяца увлечение, все это вылится в поверхностное знакомство с жизнью. Я сейчас вам покажу, как это вылится. Нету, да? Талка. Эх. Короче, так, ладно, руками покажу. Любое дело, допустим, возьмем дайвинг, вот круг представим, вот такой круг, две трети круга, вот такие вот, ну, представим, две трети пирога, в нем заключено самый кайф. Это когда вот ты берешь, там, вставляешь регулятор вот дыхательный в рот, засовываешь голову в воду, и ты не можешь дышать, потому что твой организм говорит тебе, что что-то не в порядке, твое лицо под водой. И ты делаешь вдох, это просто офигеть. Вот в этом две трети круга, вот для того, чтобы самый кайф из дела выжить, получить, достаточно провести там два-три месяца максимум. Дальше вот этот кусочек, который там, треть удовольствия, его можно годами пробовать. То есть нужно из дела, вот из нового дела самый кайф, самый новый опыт, самое интересное выжить сразу же. Он сразу же приходит. Стоит начать заниматься чем-то, и ты понимаешь, допустим, стрельбой из лука. И вот достаточно там 10-15 занятий, чтобы уже какое-то, что-то новое для себя открыть, понять, немножко себя чему-то новому научить. А дальше можно там 20 лет стрелять из лука и ничего не чувствовать при этом. ну или понемножку получать какое-то новое удовольствие и опыт. Я не говорю за то, что нужно там постоянно себя разбрасывать. Просто нужно уметь постоянно свою зону комфорта, в которой мы находимся, расширять. Вот я не знаю, чем я буду заниматься через полгода, но мне хочется, например, освоить пилотирование спортивного самолета. Почему нет? Собственно, а чего? Ну я говорю, что я немножко в топом пошел уже, это как бы дело отдельного разговора. Мы немножко про книгу говорим. Ну вот, собственно, вопросов больше не имеется. Окей. Спасибо. Спасибо.